О реализации регионального проекта «Социальная активность» мы говорим сегодня с исполняющим обязанностью руководителя Центра молодежных инициатив Сергеем Мальцевым. Сергей, здравствуйте. Итак, одним из приоритетных направлений молодежной политики является добровольчество. Расскажите, как оно у нас развивается в крае в рамках как раз-таки регионального проекта «Социальная активность», который реализуется в составе нацпроекта образования. Да, совершенно верно. Одной из важнейших составляющих регионального проекта «Социальная активность» является поддержка и продвижение добровольческой деятельности, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ну и, конечно же, детей и молодежи. И особый оборот это направление как раз-таки приобрел, когда это все было обозначено в нацпроекте образования, ну и, соответственно, в том проекте, который мы уже сказали «Социальная активность». И проделывается целый комплекс работы по популяризации и поддержке добровольческих организаций, людей, которые занимаются добровольческой деятельностью. И главная цель, которая имеется в проекте «Социальная активность», это 20% граждан должны быть вовлечены в добровольческую деятельность. Все категории, молодые и взрослые. Ну да, вот начиная с 7-8 лет и заканчивая уже без ограничений в возрасте. Понятное дело, что ставка делается на молодежь, как на особую активную социальную группу нашего населения. Но еще раз повторюсь, что молодежи вовлечения в добровольческую деятельность в рамках проекта «Социальная активность» неограничиваемся. Вот, это если в общих чертах сказать. Если пройтись по тем мерам и мероприятиям, которые уже реализованы, то мы можем сказать, что по итогам 2019 года у нас на территории Краснодарского края было зафиксировано практически 800 тысяч человек из населения Краснодарского края, которые были тем или иным образом вовлечены в различные виды добровольческой деятельности, начиная от того, что они приняли участие добровольцам в какой-нибудь акции или в каком-нибудь мероприятии, завершая уже более систематической работы, потому что у нас есть и волонтерские организации, и волонтерские движения, где люди более основательно осуществляют свою добровольческую деятельность. У нас создан межведомственный совет по развитию добровольческой деятельности, который возглавляет курирующий социальную сферу вице-губернатор. И в этот межведомственный совет входят все те органы исполнительной власти, которые тем или иным образом причастны к развитию добровольческой деятельности. У нас есть межведомственная программа «Межведомственный план», которая все это, соответственно, регламентирует и координирует. И в рамках межведомственного плана мы проводим большое количество мероприятий, в которые вовлекается по нескольких десятков тысяч человек. И это не просто цифры, это реальные живые люди, которые, еще раз повторюсь, по доброй воле, на безвозмездной основе, что-то делают для того, чтобы мир стал, как бы то громко это ни звучало, лучше. Давайте тогда немножечко озвучим подробнее сам проект «Социальная активность», в чем его общие задачи и какие у вас планы на этот 2020 год в рамках межведомства. Так, главное, ну, как я уже сказал, что одно из важнейших составляющих, конечно же, в рамках проекта «Социальная активность» – это поддержка и продвижение добровольческой деятельности среди граждан нашего общества. Ну, помимо этого, это, конечно же, еще и является развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе творческого характера. Это поддержка общественных инициатив среди детей и молодежи. И в том числе отдельно еще делается акцент в проекте «Социальная активность» на студенческое движение, на студенческое клубное движение, которое может по интересам студентов объединять вот в те самые клубы. Поэтому это все вот как раз-таки фигурирует в проекте «Социальная активность». И через комплекс мероприятий достигаются вот эти показатели. Если вот говорить прям по цифрам, я вот сказал, что 20% граждан должны быть вовлечены в добровольческую деятельность по итогам реализации проекта «Социальная активность», который рассчитан до 2024 года. 45% молодежи у нас должны быть вовлечены в творческую деятельность. И 70% студентов, которые у нас обучаются на сегодняшний день, ну и будут обучаться, конечно же, должны как раз-таки быть вовлечены в студенческое клубное движение. Вот если по конкретике пройтись, то проект «Социальная активность» об этом. Скажите, а что нужно, чтобы стать добровольцем? И вообще, где ребятам узнать об этом движении и что для этого им потребуется? Да, вот я упустил момент из вашего предыдущего вопроса. Какие такие ключевые, можно сказать, точки роста в рамках проекта «Социальная активность», допустим, есть в этом году. И в продолжении уже вот вашего нового вопроса, как раз-таки одним из таких важнейших показателей этого года является открытие регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Это большая история, потому что это не просто какое-то учреждение, которое получит соответствующее наименование. Это и определенная инфраструктура, и определенное кадровое обеспечение, и, соответственно, наполнение всего, что будет происходить. Поэтому к разговору о том, как стать добровольцем и куда нужно прийти, для этого как раз-таки будет наше учреждение, которое в этом году получит статус регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. И мы должны пройти соответствующую сертификацию от Ассоциации волонтерских центров России. Вот это будет конкретная открытая площадка для всех тех людей, которые уже занимаются добровольческой деятельностью, либо хотят этим заняться. Помимо всего прочего, есть сегодня портал Доброволец Кубани, который полностью ориентирует людей, начиная от того, что они могут в принципе сделать так называемую вакансию, добрую вакансию. То есть имеется в виду обозначить потребность в добровольческой помощи. Ну и, конечно же, уже непосредственно заявиться как добровольцем. Ну и, конечно же, сам сайт, он аккумулирует всю необходимую информацию, происходящую у нас в регионе, в городах и районах Краснодарского края. Поэтому, соответственно, выход на все площадки социальных сетей исходит из этого сайта. Но есть у нас еще и федеральные возможности. У нас есть также портал Доброволец России. Он уже, так сказать, в масштабах страны может ориентировать людей, желающих заниматься добровольческой деятельностью. И есть целый, можно сказать, такой онлайн-университет, где существует очень много различных образовательных программ. И люди могут, желающие заниматься добровольческой деятельностью, даже развивать какие-то конкретные навыки и компетенции добровольческой деятельности через современные форматы онлайн-обучения. Вот если вкратце сказать, каким образом желающий стать добровольцем может стать добровольцем через те конкретные программы и площадки, которые имеют место быть. Хотя, наверное, на самом деле желающий стать добровольцем может просто сделать какую-то добрую, нужную, важную для окружающего мира вещь, и он уже будет добровольцем. Слушайте, мне вот интересно по возрасту. Вы сказали, что у вас там даже с 7 лет набираются детки. Ну, это же совсем малыши. Чем они занимаются? Ну, знаете, вот действительно, там, брать ответственность и говорить за такую младшую категорию, я просто говорю о том, что есть точка А, от которой мы начинаем, соответственно, заниматься, вот можно сказать, неким таким просвещением добровольческой деятельности. Есть, ну, они в основном, конечно же, сейчас концентрируются в своих школах. И вот буквально как раз таки в рамках проекта «Социальная активность» мы сделали в более чем 120 школах, апробировали практику создания волонтерских школьных отрядов. То есть в каждой школе мы, ну, не каждой школе, а в каждой школе, которая проявила инициативу стать пилотной школой по созданию волонтерского школьного отряда, были предложены методические рекомендации, модель, как это нужно сделать и как это должно в дальнейшем функционировать. И в пяти колледжах аналогичную работу мы провели в прошлом году. Практика зарекомендовала себя как успешная. И в этом году мы будем эту практику распространять уже во все школы Краснодарского края, ну, по крайней мере, в те школы, которые захотят это поддержать. И, соответственно, уже на базе волонтерских школьных отрядов будет осуществляться вовлечение в том числе младшей категории детей. Ну, я думаю, что там уже в рамках конкретной школы, конкретного города и района, начиная с каких-то таких минимальных возможностей проявить свой добровольческий труд, они будут вовлекаться. Ну, условно говоря, там может быть мусор убрать. Совершенно верно, да. То есть наведение порядка, какое-то минимальное, как это может громко сейчас быть сказано, благоустройство. Школьникам это, наверное, особенно младшей категории, это на самом деле очень интересно. Есть множество различных краевых акций, которые мы проводим. Казалось бы, с одной стороны, очень простые, но с другой стороны, они как раз-таки и повышают ту самую социальную активность, если уж обращать даже на название нашего проекта. Потому что вот, казалось бы, да, вот у нас сейчас будет акция, один из таких реальных примеров, вестник весны, это когда как раз-таки граждане, конечно же, молодежь, дети будут вовлекаться в то, чтобы построить для птиц соответствующие там... Кормушки. Такие скворечники. Вот, казалось бы, простое дело, которое и так уже на протяжении многих десятков лет, еще прошлого века, это как бы такое распространенное явление. Но когда это ты все систематизируешь, транслируешь, конечно же, особое вовлечение происходит людей. Я не говорю о том, что это ноу-хау какое-то, да, но вот в качестве примера, как могут вовлекаться те же самые школьники, особо младшей категории, вместе со своими родителями, кстати говоря, тоже является одним из таких позитивных примеров. А что дает волонтерство, добровольчество самим ребятам? Какие у них перспективы, может быть, открываются? Вот вы знаете, мне кажется, что сама постановка вопроса, что дает добровольчество конкретному человеку, ну, как-то, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, само добровольчество, это человек по доброй воле на безвозмездной основе хочет сделать что-то хорошее, сделать что-то лучше, чем есть на сегодняшний день. Ну, тут, наверное, скорее имеется в виду не то, что он добр сам по себе и как бы сам делает какие-то, совершает действия и поступки, а то, что вот именно это массовое такое движение. Да, ну, безусловно, в развитии добровольческого движения, добровольческой деятельности есть такой элемент, как нематериальное поощрение, нематериальное стимулирование к добровольческой деятельности. Это я не говорю о том, что это плохо, что мы обсуждаем там моменты поощрения, все это, конечно же, нужно и важно. И если говорить конкретно что, но помимо того, что, конечно же, они всегда отмечаются на муниципальном и краевом уровнях, благодарственными письмами, вниманием представителей властей, различными, может быть, у каждого, так сказать, города-района есть своя форма вообще поддержки поощрения, в том числе добровольческой деятельности. В 2019-2020 учебном году есть определенные учебные заведения, если есть опыт добровольческой деятельности, это зачитывается в том числе при поступлении в высшее учебное заведение. Если вот в качестве такого примера можно привести, допустим, даже при поступлении в ординатуру Кубанского государственного медицинского университета, начисляются определенные баллы за добровольческую деятельность, которые тебе дают возможность более успешного поступления на этот уровень образования. В том числе, если дальше продолжать рассматривать этот пример, при, допустим, единой позиции в рейтинге при поступлении будет всегда приоритет отдаваться тому, у кого есть опыт добровольческой деятельности. Вот это если рассматривать для молодежи, для абитуриентов, для студенческой молодежи, что дает добровольческая деятельность. Вот такой момент нематериальной поддержки, нематериального поощрения, он уже на сегодняшний день появился. Может быть, он еще не приобрел, конечно же, такого прям повсеместного распространения. Но это дело будущего, то есть это пока стартовое явление, но в будущем это обязательно будет. Ну, существенная поддержка. И потом наверняка существуют различные конкурсы, в которых участвуют добровольцы. Ну, какие-то такие свои специализированные. Конечно. Ну, самый громкий и самый важный конкурс, старт которого, вот 10-й юбилейный конкурс уже начался в этом году, это «Добровольцы России». Там существует множество возможностей, номинаций, в котором добровольцы могут принимать участие. Добровольцы как таковые, добровольческие организации. И, конечно же, это все преследует не только как бы наградной эффект, но и эффект признания, что немаловажен. Момент того, что твоя добровольческая деятельность войдет в тиражирование в других регионах, как пример такой успешной добровольческой деятельности, это тоже, наверное, очень важно, когда ты понимаешь, что не только есть признание, но есть еще и поддержка, и твое дело, твое начинание имеет еще и продолжение среди других людей, среди других организаций. Давайте перейдем к мероприятиям, которые проводит Центр молодежных инициатив. Во-первых, надо нам понимать, эти мероприятия, они идут, организовываются Министерством образования или какие-то из них это вот инициатива самой молодежи, которая у вас участвует? Ну, мы как государственное учреждение подведомственное Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского района, конечно же, ориентируемся на те цели, задачи реализации государственной политики, которая у нас существует сегодня в сфере образования и молодежной политики. Конечно же, мы программируем свою деятельность в формате своей профессиональной деятельности, но мы, прежде всего, как Центр молодежных инициатив, даже само название учреждения уже о многом говорит, конечно же, прежде всего, ориентируемся на те инициативы молодых людей, которые сегодня существуют. И в том числе работаем с молодежными общественными объединениями, которые объединяют большое количество молодых людей, и у них есть, естественно, свои планы работы, и мы как-то объединяемся в эти вопросы, и это, получается, уже такие совместные труды. Наши мероприятия, они больше ориентированы на создание условий для поддержки молодежных инициатив, для того, чтобы эти молодежные инициативы появлялись, для того, чтобы молодые люди знали и понимали, как свою инициативу превратить в реальные проекты и его реализовать, а уже непосредственно проекты и мероприятия, которые инициируют молодежь либо молодежные и общественные объединения, они уже нами поддерживаются. Ну, в каждом отдельном взятом случае это какая-то отдельная форма поддержки. Вот расскажите, какие именно мероприятия проводятся? В целом, по госучреждению. Ну, вот мы сейчас очень много говорили о добровольчестве. Это только одно из направлений работы, которые мы ведем как государственное учреждение. У нас есть еще отдельное такое большое направление, это поддержка и развитие студенческого трудового движения на Кубани. Кстати говоря, это в полной мере относится в том числе и к добровольческому явлению, хотя, безусловно, студенческие трудовые отряды, они трудоустраиваются, ну, в основном в летний период времени, на сезонную работу. Ну, как раньше было, да? Да, понятное дело, это оплачиваемая работа, но это лишь только там 3-4 месяца в году. Все остальное, это все уже как раз-таки популяризация и поддержка студенческого трудового движения, чтобы студенческие трудовые отряды у нас появлялись, чтобы они развивались, чтобы они осуществляли свою досуговую деятельность и так далее. И в рамках студенческого развития студенческого трудового движения проводится целый, так сказать, комплекс мероприятий по продвижению студенческих трудовых отрядов. Это и семинар-совещание для специалистов из муниципальных образований, которые занимаются вопросами студенческого трудового движения. Это и краевой слет для студенческих, для непосредственно бойцов студенческих трудовых отрядов. Мы его традиционно проводим осенью. Но это если вкратце, потому что сейчас углубляться в отдельные мероприятия, то там, наверное, отдельную передачу нужно будет делать. Есть еще очень важное направление – это развитие системы органов молодежного самоуправления. И здесь я хотел бы акцентировать свое внимание на школьном-ученическом самоуправлении. То есть это когда школьники вовлекаются в деятельность, можно так сказать, по самоуправлению своей школы. И здесь, конечно же, отдельным моментом для нас является очень, наверное, хорошо известная всем организация – Российское движение школьников, которая как раз-таки является одной из тех общественных организаций, в партнерстве с которой мы работаем. И здесь как раз-таки по развитию школьного ученического управления у нас в апреле месяце, если говорить конкретно, предстоит форум «Рост». Это для лидеров как раз-таки органов школьного ученического управления, где мы их будем, как это модно сейчас говорить, в образовательной сфере прокачивать их знания, умения, навыки по проведению собственных проектов и мероприятий. Если говорить о студенческом самоуправлении, то у нас существует отдельное постановление губернатора по молодежным стипендиям, где студенты СУЗов и ВУЗов могут получить дополнительную стипедиальную поддержку со стороны администрации Краснодарского края. Отдельным событием является это, конечно же, молодежные стипендии от администрации Краснодарского края, где студенты СУЗов и ВУЗов могут принимать участие. И продолжая разговаривать о мероприятиях и о формах поддержки молодежи, возвращаясь к предыдущему направлению студенческого трудового движения на Кубани, отдельно существует еще краевой конкурс на лучший студенческий трудовой отряд, где выявляются бойцы, комиссары, организация работодателей, которые принимают у себя студенческие трудовые отряды. Там тоже есть различные моменты поощрения, в том числе денежные премии непосредственно бойцам, которые проявляют себя активно по итогам года. И о направлении добровольчества уже сказано было много, я повторяться здесь не буду. Это действительно один из флагманов сейчас в сфере реализации молодежной политики, да и в принципе на уровне общегосударственной политики, добровольческая деятельность, она сейчас, можно сказать, даже провозглашена как некая технология, как раз таки по увеличению такой позитивной, созидательной социальной активности наших граждан. Вот сейчас волонтеров со всей страны привлекают к проекту «Волонтеры Конституции». Давайте об этом поговорим. Как у нас этот проект в крае реализуется? Этот проект в крае реализуется, как в принципе по всей стране. Общественный проект «Волонтеры Конституции» задача привлечь наших добровольцев в поддержку и продвижению информационную, прежде всего, тех изменений и поправок, которые предстоят 22 апреля, ну, которые предстоят определиться на народном голосовании 22 апреля. И вот в период с 6 апреля по 21 апреля включительно, в, так сказать, в наиболее таких точках массового скопления людей будут представители движения «Волонтеры Конституции». Их основная задача, это, конечно же, информационно-разъяснительная работа по тем поправкам в Конституцию, которые будут вноситься и осуществляться. Это, конечно же, ориентирование граждан, где это все будет происходить, как это будет происходить, в чем эти поправки заключаются, какой позитивный эффект в них включен. Вот, ну и в том числе, потом все это будет происходить, конечно же, в преддверии больших событий, 75-й годовщины победы советского народа в период Великой Отечественной войны, конечно же, на этих информационных точках в том числе будут осуществляться вот такие еще информационно-просветительские моменты по данному событию. Вот тоже важный проект, точнее мероприятие, которое будет посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Давайте об этом тоже поговорим. Какое участие будет принимать наши кубанские волонтеры, что они будут делать, что вообще планируется? Ну, несмотря на то, что в этом году мы празднуем 75-ю годовщину, конечно же, уже движение, есть отдельное движение «Волонтеры Победы», которые уже на протяжении нескольких лет активно участвуют в подготовке и проведению всех важных событий, не только приуроченных к 9 мая, к дню в календаре, но и в принципе в течение года в целом. Потому что, если мы говорим о вопросах памяти, о сохранении памяти, о таких ценностных моментах, то эта работа ориентируется не на один день и не для одного дня. И «Волонтеры Победы» активно участвуют, конечно же, в проведении различных мероприятий по посещению ветеранов, по социальной помощи ветеранам, по элементарному вниманию, которому нужно оказывать как раз-таки данной категории. Безусловно, если мы говорим о сохранении и увековечении памятника, отдельное значение имеют памятники, да, то есть волонтеры, добровольцы с городов, районов, движения «Волонтеры Победы», они активно участвуют как раз-таки в наведении порядка, в то, чтобы был достойный вид у всех памятников, в том числе, которые, может быть, находятся в каких-то сложно проходимых территориях. Конечно же, акция, всероссийская акция «Бессмертный полк» – это отдельное событие, которое требует очень больших организационных усилий, и без волонтеров это событие не проходит, потому что это вопрос координации, движения колонны, чтобы это действительно все прошло качественно и достойно. Скажите, в каких мероприятиях российского масштаба или вот у нас, которые проводятся на Кубани, участвуют наши кубанцы, добровольцы? Может быть, это регулярные мероприятия, которые проводятся? Ну, безусловно, вот я уже сказал, да, о всероссийском конкурсе «Добровольц России», и по итогам 2019 года у нас как раз-таки ресурсный центр «Форвард» и отдельные добровольцы. Ресурсный центр «Форвард», он стал лучшим волонтерским центром по результатам этого конкурса. Ну и отдельные, есть еще отдельные номинации. И если говорить про недавние события, то наверняка все слышали и знали из средств массовой информации о саммите, экономическом форуме «Россия-Африка», который проходил опять-таки в городе-курорте Сочи. И, конечно же, в таком международном событии принимали участие кубанские добровольцы. Опять-таки, если мы говорим про прошлый год, то международный форум добровольцев, который проходил в Сочи, как в центральном месте всех крупных и важных событий, происходящих в нашей стране, то помимо того, что Краснодарский край здесь выполнял одну из определяющих ролей, как принимающей стороны этого форума, то, конечно же, волонтеры-добровольцы Краснодарского края принимали активное участие в соорганизации этого события. Скажите, насколько активно идут ребята в добровольческое движение? Добровольческая деятельность, на ней такой акцент делается не просто так, потому что действительно вовлечение и детей, и молодежи, оно идет на высоком уровне. Вот нет такой проблемы, вот даже если мы возьмем какое-нибудь локальное мероприятие, где нужно обеспечить 10 добровольцев, которые будут выполнять какую-то организационно-техническую функцию по проведению мероприятий, вот нет проблем найти добровольцев, которые согласятся по доброй воле на безвозмездной основе, подчеркиваю, прийти и отработать весь день на этом мероприятии. Вот, поэтому поток желающих, он с каждым годом увеличивается, и, конечно же, это прекрасно и хорошо, что это происходит. Приток увеличивается. Отток есть или нет? Оттока как такового не фиксируется, потому что есть постоянный приток. Вы их регистрируете? У вас есть какая-то база, да? Сколько у нас постоянных? Да, чтобы, ну, так сказать, быть официальным добровольцем, есть порталы, которые я уже сказал, это Добровольец Кубани, Добровольец России, где ребята, молодые люди, ну, и вообще граждане, они регистрируются. И здесь же вопрос не только в факте регистрации, но и в факте дальнейшего взаимодействия с тем человеком, который зарегистрировался. И мы можем со всей ответственностью сказать, что те, кто регистрируется, это, во-первых, их осознанное решение зарегистрироваться и получить вот так называемый статус официального добровольца, если можно, конечно же, так говорить. А во-вторых, он постоянно находится в орбите внимания, вот, своей деятельностью. Это не значит, что он каждый день, вот, фигурирует в различных, там, добровольческих трудах. Ну, это невозможно занять, что я же. Но он есть, потому что человек, он, безусловно, еще раз повторюсь, входит в орбиту внимания, потому что мы же здесь, и мы, как государственные учреждения, и наши органы, местные, ну, органы по делам молодежи, органы управления в сфере образования, которые работают на местах с людьми, и мы же тоже находимся в постоянном общении, в постоянном взаимодействии с ними. И поэтому мы можем не только ориентироваться вот на эти цифры, которые у нас фигурируют в базе данных по итогам регистрации, как на портале Добровольц Кубани, так и на портале Добровольц России, но и в том числе через уже реальные мероприятия, через реальные события, где вот этот добровольческий труд осуществляется. Вот мне интересно вот это вот еще Серебряное Добровольчество. Расскажите поподробнее. Серебряное волонтерство. Да. В каких мероприятиях они участвуют? Они вот здесь конкретно, вот в движении Серебряного волонтерства, у них вот градации, где они участвуют, а где они, к примеру, не могут участвовать, нет. И Серебряное волонтерство активно присутствовало, опять-таки, на тех же самых Олимпийских играх. И они активно представляют себя, еще раз говорю, без исключения, то есть тут нет градации, вот допустим, как мы говорим про младшую категорию детей, они слишком маленькие, там где-то что-то им еще и нельзя делать. Вот в этой категории это не распространяется. Еще раз хочу сказать, что Серебряное волонтерство у нас в Краснодарском крае на базе автономной некоммерческой организации «Венера» создан региональный ресурсный центр поддержки Серебряного волонтерства. И они, наверное, вот, ну если не самые активные, то одни из самых активных добровольческих организаций, которые активно участвуют и присутствуют во всех важных и значимых событиях и мероприятиях. Итак, давайте еще раз проговорим на 2020 год, какие самые значимые мероприятия и события у вас будут. Ну, Краснодарский край начинает вовлекаться в участие конкурса «Добровольств России». Наша задача здесь показать Краснодарский край с максимально хорошей стороны не только по количеству заявок, но и по количеству тех заявок, которые пройдут в финальную часть и уже непосредственно в стадию победителей и призеров. Я повторюсь о том, что мы в Краснодарском крае сейчас активно занимаемся вопросами открытия регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Это событие, которое мы будем проходить, наверное, во втором полугодии 2020 года и официально будет площадка для всех волонтерских центров, волонтерских организаций, где мы будем аккумулировать все основные потоки события поддержки и продвижения добровольческой деятельности. Это комплекс традиционных мероприятий и событий, которые мы проводим, в том числе по обучению как организаторов добровольческой деятельности, так и непосредственно самих добровольцев. И, конечно же, это повышение активности наших направлений добровольческих движений, наших волонтерских движений. Волонтеры Победы, волонтеры Медики, волонтеры Культуры, волонтеры Городской Среды, волонтеры Финансового Просвещения. Наша задача сделать еще больше школьных волонтерских отрядов. Повторюсь, что в прошлом году мы сделали более 120 пилотных школ. В этом году мы уже не ориентируемся на какое-то конкретное количество. Чем больше, тем лучше мы будем достигать. Ну вот, если вкратце. Ну хорошо, я желаю вам удачи и спасибо большое за беседу. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин